Не так давно рыбаки Ненецкого округа возмущались тем, что нет возможности получить путевки на вылов рыбы. Об этом поговорим сегодня в программе «Актуальное интервью» с заместителем директора казенного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Игорем Кисляковым. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Расскажите, с чем была связана невозможность получить путевки? Ну, возможность такая была практически все лето, если мы сейчас говорим о путевках на лососевые виды рыбы, то есть семгу. Ввиду болезни сотрудника, на какое-то время она прекращалась, сотрудника сифровода лицензия прекращалась выдаваться, но наше учреждение оперативно получило необходимые документы и выдавало, также продолжало выдавать эти лицензии. Вот. На данный момент невозможность выдачи этих разрешительных документов не можем получить в виду того, что закончилась квота на семгу. То есть наш округ на любительское спортивное рыболовство полностью исчерпал свою квоту. Это 1500 килограмм. То есть с 1 сентября будут возобновлены разрешительные документы на СИГА и ОМЛИ. То есть это будет только с 1 сентября. Но семги уже, разрешение на вылазь семги уже не будет. А как квоты распределяются? Ну, квоты. У нас есть специально уполномоченный орган в администрации Ненинского автономного округа, анодромная комиссия, которая распределяет квоты, выданные уже на субъект федерации. То есть есть промышленная квота, ну и есть любительская. То есть у нас разрешено ловить и семгу, и сега, и омуля, и чера, и пеледь, ряпушку, окуней и так далее. То есть очень большой перечень. Ну вот по времени вылова, например, какой-то одной особи, то есть если заканчивается, мы лов прекращаем. Ну, сегодня мы просто вот говорим по семге, то есть семга сейчас, у нас квоты больше нет. Что для этого делается? Значит, вот мы пытаемся на следующий год договариваемся с организациями, которые распределяют эти квоты, пытаемся договориться об увеличении. То есть как нам заявляют сотрудники Севпенро, то есть квота может увеличиться, но если вы покажете борьбу с браконьерством, то есть там какой-то процент списывается на браконьерство сразу, то есть не выдается. То есть если мы показываем эту борьбу, то есть мы, я думаю, что на следующий год постараемся увеличить квоту. Какие меры предпринимаются для борьбы с браконьерством? Для борьбы с браконьерством очень много мер принимается. Ну вот понимаете, почему закончилась квота? То есть и выданы все лицензии, а еще вот сколько вы видите, потому что браконьеров стало меньше, они все пошли получать лицензии. Ну вот здесь немножко не успели наши разрешительные органы, то есть с браконьерством борьба ведется очень интенсивно. Им нужно было это предусмотреть, ну вот и включиться в работу по разрешениям, но все-таки более эффективно. Ну вот как сложилось, так сложилось. Меньше браконьеров больше пошли по легальному пути, поэтому выбрали раньше всю квоту. Как ведется подсчет выловленной рыбы? Ну путевки выдаются, потом житель, ну кто приобрел путевку, гражданин отмечает ее, задает в этот орган, вот, и в журнале отмечает, сколько выловлено, то есть там учет ведется, вот он, сотрудники этого учреждения подсчитали, из цифровода, о том, что больше нет квоты, ну вот, и объявили о закрытии лова. Как вы считаете, Игорь Александрович, сейчас возрастут, возрастет ли браконьерство после того, как квота исчерпана? Я думаю, что да. Ну, я думаю, что возрастет. Поэтому здесь вот, понимаете, браконьерство, оно, как бы там его ни называли, браконьерство есть браконьерство. То есть для себя или семья, или я всегда здесь живу, то есть как бы мы ни говорили, браконьерство есть браконьерство. Поэтому мы готовы к этому, то есть мы не только это казенное учреждение, сотрудники полиции, которые активно, с которыми мы активно сотрудничаем вот на данном направлении. То есть мы готовы и, в принципе, знаем, где будут осуществляться незаконные выловы. То есть мест этих не так много, мы их знаем, поэтому мы готовы к этому. Ну, вот еще со своей стороны хочу что добавить. Губернатор дал поручение проработать вопросы по тому, чтобы эти выдачи разрешений, вот всего этого, было передано на субъект Ненинского автономного округа. То есть над этим мы и работаем, чтобы больше не было. В следующем году вот такой волокиты сотрудник заболел, или он по какой-то причине другой не вышел на работу, чтобы наши жители не стояли в очередях. То есть вот добиваемся того, чтобы эти полномочия вернуть нам на... Ну, не вернуть, а чтобы были у нас на субъекте Ненинского округа. А какой прогноз? В течение какого времени будут выделены полномочия? Понимаете, вот выдаёт разрешение СЕФРФОД. Вот. У них сейчас тоже идёт реструктуризация. Они переходят в такую контуру, как главпрофвод в Москве. Вот они... Это, естественно, вот... Прямо не решить прямо сейчас эту проблему. Но я думаю, до следующего сезона, когда вот будет... То есть это июнь, июль-август 2017 года, я думаю, эти вопросы мы должны решить. Вот. Именно вот в части того, чтобы выдавать разрешение вот субъекту, нашему субъекту самим. В Республике Ковми недавно прошло совещание по борьбе с браконьерством. Какие итоги по итогам? Ну, да, то есть, что я хотел бы отметить. На всём протяжении участка реки Нянинского автономного округа ведётся активная борьба вот с браконьерством. То есть, а вот выезжая за территорию Нянинского округа, то есть граница, проходящая по нежилому посёлку Мархида, мы наблюдаем очень суровую картинку. Там выбивается стадо очень сильно. Плавают постоянно, круглосуточно. Разрешительных документов не имеется, в чём мы наглядно убедились, недавно побывав на одной из бронтвахт, которая расположена на Макеевских песках. Тяжело в одном субъекте защищать это нерестовое стадо, а другой субъект. Да, они приняли к сведению наши пожелания, можно так сказать, совместные работы. Они их учтут. И будем, я думаю, мы совместно, совместные мероприятия мы будем устраивать. Просто сейчас вот это всё в процессе переговоров идёт. Не всё так просто. Поэтому я думаю, что наведём мы порядок и совместными усилиями с коллегами из Республики Коми наведём порядок. А совместные мероприятия — это совместное инспектирование? Да, планируется и совместное инспектирование, и помощь сотрудникам Коми-Республики. То есть есть ряд мероприятий, которые пройдут в ближайшее время. Игорь Александрович, как часто проходят рейды? Ну, рейды проходят, можно сказать, что они не то, что часто проходят. Сотрудники всегда находятся на постах. То есть они приезжают для того, чтобы заправиться, продукты питания закупить и уехать назад на посты. В этом году нам, как и в том году, помогает Двинско-Печорское территориальное управление города Архангельска. Она присылает сюда своих сотрудников в командировку, которые находятся у нас на посту, нежилой пост Мархиды, то есть Республика Коми. Сотрудник Архангельского Двинско-Печорского управления был. До этого у нас был на посту Юшина. Это вниз по реке тоже сотрудник Двинско-Печорского территориального управления. Значит, у нас находится пост Куриное горло. Это недалеко от Антига. Вот это вот основные три поста, на которых расположены наши сотрудники, катера, лодки. То есть всё, что необходимо для хорошего инспектирования местности. Также проводятся рейды на вертолёте. Мы летали на Нерестовой реке Ненецкого округа в район Индиги, Воланги, Белый, Чёрный. Там тоже инспектирование. Сотрудник нашего учреждения сейчас находится в Пёше. Он сам местный житель Пёше, то есть принят у нас на работу. Поэтому нам полегче сейчас стало в этом плане. Что не постоянно нужно мотаться. То есть очень дорого на вертолёте. Вообще, что мы хотим, чтобы вот хотелось бы видеть в дальнейшем, проработать вопрос. Как бы вот, например, если мне задали вопрос, как бы мы хотели видеть, что вы из всего этого хотите получить. Вот моё мнение такое. Вот у нас есть пять нерестовых рек. Вот если бы продавить закон, то я бы хотел, чтобы на каждой реке был свой хозяин. То есть люди, которые могут заниматься туризмом, рыбалкой. Вот поймал, отпустил. Есть такой вот вид рыбалки. Это развитие туризма, во-первых. Во-вторых, привлечение местных жителей к работе, рабочие места. Люди прилетают, там нужно их и повозить и так далее. Ну, то есть... И вот на этой реке, когда будет хозяин, туда нам не надо будет летать. Понимаете? Он сам будет заинтересован в том, чтобы там не ловились рыбы сетями. Ухаживать за речкой. То у нас нерестовые реки прикрываются вдоль и поперёк. Рыба на нерест заходит, она сразу в сети попадает. Вот в будущем вот это хотелось бы увидеть. Вот наша, как бы, конечная цель. То же самое и на реке Печора. Увеличить тони платные. Пусть люди ловят на этих платных тонях. То есть, если есть альтернатива браконьерству и съездить половить рыбу на законных основаниях, естественно, я думаю, что люди поедут ловить её. Тысячу рублей заплатили и поедут. Все эти вопросы губернаторам были подняты перед нашим департаментом. Вот мы сейчас прорабатываем все возможные пути, как вот сделать, вот именно, как к этой цели прийти. Как внести законы. Ну, то есть, работа идёт. Я не скажу, что это легко, просто. Вот. Но она идёт. Я думаю, что всеобщими усилиями и коми-республика заинтересованы в этом. То есть, я думаю, что в конечном этапе вот так мы должны работать. Вот, как я вижу, дальнейшую работу и результат, который нужно будет получить. В процессе работы с какими трудностями вы сталкиваетесь? Вы обеспечены техникой? Может быть, какие-то нововведения? В этом вопросе у нас полностью. Мы обеспечены техникой всем. То есть, у нас нет... У нас проблемы нету. Ни с техникой, ни с топливом, ни с чем. Сталкиваемся только вот с непониманием иногда. Нет. Много очень сейчас людей, которые говорят, нет, правильная работа. Правильная. Если не сейчас, то когда мы будем сохранять, вот, я еще раз говорю, очень много еще вчерашних браконьеров, которые ловят рыбу законно. ИПшниками становятся, получают лицензии, получают разрешения. Очень много. Вот. Сами нам кто-то, если без разрешения, нам идут звонки постоянно. Вот здесь вот без разрешения приезжают. То есть, они сами... Почему я купил, например, он говорит, почему я купил ту же путевку, а мне приходится в очередь ждать, потому что там кто-то без путевки. Вот. Ну и, конечно, очень много непонимания. Вот. Я здесь местный житель, значит, я должен ее ловить. Ну, не бывает так. То есть, да, трудно с этим кому-то смириться, но это надо... Это надо сделать. Все равно. Иначе завтра рыба не останется. Ну, еще раз я говорю, это нас совместными усилиями. Вот. Где Печора течет? Вот. Коми, республика, Ненецкий округ. Совместными усилиями. Ну, почему все-таки браконьеры предпочитают рисковать? Ну, так привыкли. Понимаете, здесь на виду одну, как положено, рыбу-то вытащил. Видите, ловят-то почему? Это очень легкий заработок. Ну, представляете, он там за тряску, за сплавку вытащил 5-6 рыбин. 800 рублей килограмм. Ну, в среднем там рыбина 3-3,5-4 килограмма. Люди работают, такие деньги не получают. А тут приехал, сдал рыбу, вот у тебя в кармане деньга. Это же легко? Легко. Ну, вот и все. Устроиться на работу нет. Зачем рядом жиряка? Она прокормит. Какое наказание ждет браконьера, который попался? Штрафы. Ну, смотря что он сёмга, штраф. Ну, Нельма тоже штраф в уголовное дело. Вот если с краснокнижной рыбой, с Нельмой, то это, соответственно, сразу уголовное наказуемое деяние. Сёмга – штраф. Смотря что, да, в зависимости, но никому реальных сроков за два года еще не давали. А какие размеры штраф? Это в зависимости от, сколько экземпляров. Поэтому каждый раз, каждый случай индивидуален. А может быть, был какой-то самый крупный штраф на вашей практике? Нет, я сейчас точно сказать не могу. Самый крупный штраф. Я знаю, что на моей практике самый крупный схрон, который был в 2000-х годах, конец 1990-го, начало 2000-го, две с половиной тонны сёмги в одном схроне был. Вот это самый большой, большой схрон браконьерской незаконно поймутой рыбы. Обнаружили инспекторы? Так, точно. Да-да-да. Вот это самое большое, что было. Игорь Александрович, какие еще полномочия могут перейти в Ненецкий округ по выдаче путёвок, кроме выдачи путёвок? Кроме выдачи путёвок, вот Сефрупот, не Сефрупот, а Двинско-Печорское терроруправление сейчас вливается в самостоятельный орган по северо-западу. И Росруболовство рассматривает возможность привлечения органов госвласти к осуществлению федерального надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на субъекты Ненецкого округа, на субъекты Российской Федерации. То есть, проще говоря, нам могут поручить контрольно-надзорные функции местным органам самоуправления. То есть, бумагу такую получили. Сейчас изучаем её, рассматриваем. Они просят наши предложения. Мы их подготовим в ближайшее время и направим в Санкт-Петербург. Как эти изменения отразятся на местных рыбаках? Я думаю, что отразятся. Я думаю, что не отразятся. Здесь, понимаете, я это ещё раз говорю. Полномочия, полномочиями, вот этим и всё. Но нам необходимо для местных жителей, чтобы уменьшить долю браконьерства, нам необходимо им дать возможность ловить легально. То есть, это в первую очередь, это основная задача, которая стоит. Все вопросы, поэтому сейчас прорешиваем именно эти вопросы. А так, ну, легче будет нам в плане того, что мы не будем зависимы от инспекторов Двинско-Почёрского теруправления. Приедут они в командировку, не приедут рассчитывать на увеличение штата своей силы. То есть, ну вот, это просто чисто технически. У вас не докупликтован штат, получается, если приглашаете? Нет, если нам... Не-не-нет, не в том плане. У нас не то, что не докупликтован. А просто территория большая, на особо охраняемой природной территории нам бы своими силами хватило. Ну вот, когда в период Путины мы выставляем побольше постов. Но я думаю, с этими полномочиями, если они к нам перейдут, контролиационные функции, я думаю, что и численность у нас увеличится. То есть, в этом плане, я думаю, что нормально будет. Как-то вы проводите общение с местными рыбаками? Может быть, какие-то отзывы слышите о своей работе? Постоянно. Постоянно общаемся с колхозниками, которые ловят на верховьях реки Печора. Спасибо говорят, потому что, представляете, есть места, где колхозники ловят по разрешениям промысловцев, рыбу, семга. Туда на тоне приезжают браконьеры. И им нужно план брать, выбирать это. Они возможны, потому что лодка за лодкой плывут браконьеры. То есть, они-то ведь это на законных основаниях. В верховьях реки Печора раньше приезжали с коми республики. Там другая проблема. Там с коми приезжают, ловят. Ну и своих тоже хватает. Потом проблема очень сильная – вставные сети. Они сетки топят. Если плывет там, например, колхозная таряна, рядом с колхозной тарейна, поплавие попадают в сети, ну и невозможно там вытаскивать. Если разобраться, то колхозникам мы помогаем. Отношение, я не скажу, что у всех жителей к нам такое прямо негативное. Нормальное отношение рабочее. Мы, я говорю, мы постоянно на связи с местными жителями. Нам звонят в разных случаях. То есть, очень активно нам помогают. Как организуется работа в вашем учреждении? Ну, у нас составляется план совместных мероприятий задолго до начала Путины. Мы этого плана придерживаемся. Бывают какие-то маленькие нюансы, изменения. Но в основном он корректируется по ходу в неизначительной степени. Если мы его взяли и составили план в мае, апрель-май, мы его сделали. То есть, в этом году, например, от плана мы не отошли. Мы заранее знаем, какие сотрудники где будут, кто приедет нам в помощь, какая техника у нас будет, куда мы полетим. Практически все это досконально до октября месяца у нас пошагово расписано. Бывают, я говорю, бывают некоторые изменения, но они нормальные, приходящие и уходящие. А как проходит работа зимой? Ну, октябрь месяц у нас заканчивается Путина. Мы подводим итоги летней навигации, консервируем технику, а снегоходная техника у нас как бы уже готова. Вот на эту зиму у нас очень большие планы по охоту годим, так как нам передлилась полномочия охотнадзора. Мы будем, у нас расширенный ареал нашей работы еще и по охотничьим годим. То есть лось, ну и так далее. Поэтому мероприятия предстоят большие, сложные. Поэтому мы готовы, техника у нас готова, все это готово. К зимней работе мы тоже подготовлены. Но в период охоты тоже ведь встречаются браконьеры. Конечно, браконьеры. Но там встречаются уже браконьеры с оружием. То есть там всегда предельно внимателен, четко. Ну то есть сотрудники обучены в этом плане. Сотрудники полиции всегда нам помогают в этом деле. Поэтому я думаю, что все пройдет нормально. Зимой тоже проходят рейты? Постоянно. У нас базы, которые используются зимой, ой, летом, они также используются зимой. Не все, но используются в круглый год. А отстрел гуся вы тоже контролируете весной? Мы отстрелы, мы просто можем, как, естественно, мы и гусь, и утка. То есть весенняя пернатая дичь. Наши сотрудники выезжают по рекам и полетают на вертолете. И тоже так же инспектируют охотничьего годя. Вот в том году, по-моему, 6 изъятых единиц оружия было. Есть результаты. В этом плане мы тоже работаем. А как наказывают таких охотников? А материалы передаются в суд. Суд уже определяет меру наказания. Спасибо, Игорь Александрович. Я напомню, в программе «Актуальное интервью» был в гостях заместитель директора казенного учреждения Центр природопользования и охраны окружающей среды Игорь Кисляков. До встречи.